Донская промышленность буквально взлетела на импортозамещении. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 55%. Удастся ли сохранить динамику? Об этом сегодня в программе «Разные взгляды». Импортозамещающие предприятия Дона могут получить налоговые льготы. Об этом губернатор заявил во время прямой линии в пресс-центре Дон Медиа. Ставка налога на прибыль для таких компаний снизится до нуля после того, как соответствующие изменения появятся на федеральном уровне и на Дону смогут принять соответствующий областной закон. Ввести подобные налоговые льготы ранее предложил Владимир Путин. Вот та часть рекомендаций президента, когда для производства импортозамещающих очевидно необходимо создать условия и на уровне регионов тоже. Почему мы планируем принять и внести на рассмотрение депутата законодательного собрания новые предложения по принятию новых законов регионального уровня? Это позволит активнее включиться в работу и всем нашим бизнесмам. Вопреки непростой экономической ситуации число малых и средних предприятий в Ростовской области не сокращается. В прошлом году объем инвестиций вырос до рекордной суммы 287 миллиардов рублей. И задачей власти региона видят поддержку креативных людей, которые успевают реагировать на изменения в экономике и производят востребованную продукцию, качественную и по доступной цене. Выпускать товары, которые могут заменить импорт, выгодно. Беспрецедентные меры поддержки донские власти приготовили для резидентов территории опережающего развития Гукова. Два региональных налога отменил Василий Голубев для инвесторов территории опережающего развития Гукова. На пять лет их освободят от налога на имущество и прибыль, а также от местного земельного налога. Особое внимание инженерной инфраструктуре. Если мы решаем вопрос, связанный с газификацией, а точнее с реконструкцией ГРС, то мы работаем не только на эту территорию. Это возможность присоединения абонентов, находящихся рядом. Если будем решать вопрос, а мы будем решать вопрос, Минпромэнерго будет заниматься с мощностями, то это позволяет развиваться не только Гукова. На рассмотрении уже два десятка проектов. По девяти из них идет практическая работа. Решение о смене локации учредитель машиностроительного завода «Титан» принял прямо на заседании совета, узнав о беспрецедентных преференциях. Предприятие по выпуску прицепной техники для грузовиков базируется на арендованных площадях в шахтах. В этом году предприниматель планировал их выкупить, но передумал. Там поддержка, которую мы сегодня увидели по Гукову, существенно повысит конкуренцию, но с нашей продукцией. Я думаю, что тысячи единицами в 2019 году мы не ограничимся, а будем идти только вперед. Машиностроительный завод и новую текстильную фабрику в Донецке включили в губернаторскую сотню. Это минимизирует административные барьеры и гарантирует господдержку, в том числе субсидирование процентов по кредитам. В том, что производственный бизнес на шахтерских территориях активно развивается, губернатор убедился лично. Завод «Техмаш» больше 10 лет поставляет «Россельмашу», комплектующий для комбайнов, и выпускает собственные агрегаты для обработки почв. Импортозамещению местные власти должны активно помогать. Вот посмотрел сегодня на «Техмаш» возможности предприятия. Вот сделал сейлки и говорит, единицы продавали. В прошлом году работало 15 селяне наши взяли. Так, по-моему, да, Константин Николаевич? А дискаторы, наверное, это потребности в сотни штук уже нашего села. Но тогда нужно сопровождать эту тему. Госпомощью уже воспользовался глава ростовского завода упаковки и полиграфии. Для Красюковской слободы это практически градообразующее предприятие. На месте бывшего молзавода выросло современное производство. Мы делаем упаковку из пененого полистирола для мяса птицы и индейки. Если раньше в лоток вкладывали салфетку, импорт, и это стоило полтора рубля, то сейчас мы, мы еще две российские компании, производят упаковку с влагопоглощающим слоем. Сейчас на заводе узконаладочные работы. Старт запланирован на середину лета. А вот «Аютинский хлеб» уже открыл новый цех. В официальном запуске поучаствовал губернатор и попробовал свежеиспеченный батон. «Аютинский хлеб» выпускает продукцию под брендом «Сделано на Дону». Предприятие первое в этом году подтвердило свое право маркировать продукцию региональным знаком качества. С шахтинскими хлебопеками познакомилась наш корреспондент Юлия Карасюк. Рецепт батона нарезного предельно прост и не меняется уже 18 лет. Закваска, вода, мука. Изначально тесто замешивали вручную. Теперь же с приходом технологий рука человека на этом производстве хлеба не касается. Так что покупая румяных красавцев в магазине, вы можете быть точно уверенными в их качестве. Не довесил, не доложил или вообще забыл положить. Подобные случаи здесь исключены. Тесто автоматически замешивается, отправляется в формы и прямиком в печь. Полчаса и батоны готовы к нарезке и упаковке. Процесс от закваски до готового продукта занимает 10-20 часов. В зависимости от того, как поведет себя закваска. Отбираем сырье у проверенных поставщиков. То есть мы уже заведомо берем сырье высшего качества. Можно сказать, сейчас все сырье у нас российского производства. Аютинский хлеб один из первых в области получил знак «Сделано на Дону». И вот подтвердил, нарезной батон из муки высшего сорта получил высшие оценки. Это самый массовый продукт на сегодняшний день, который пользуется больше всего покупательским спросом. В планах предприятия свой самый массовый продукт улучшить. Новая технология брожения, которую применят в ближайшее время, продлит свежесть продукта, усилит аромат и сочность. К совершенствованию подтолкнула высокая оценка работы. К сожалению, пока не все предприятия достойны нести этот знак. Но вместе с тем это очень важная работа, поскольку и самим предприятиям это полезно. Они приводят в соответствие с теми нормами, требованиями к качеству и безопасности производимой продукции. На очереди повторного подтверждения качества своей продукции Юг Руси. Сертификат вручат в ближайшее время. Для золотой семечки знак «Сделано на Дону» уже стал традицией. При подтверждении качества важно все. Состав продукции, сырье и материалы, упаковка и так далее. Ростовский завод Юг Руси наполняет треть российского рынка и, поставляя растительное масло в десятки стран мира, остается лидером в своей отрасли. Очищенная от механических примесей и обработанная горячим сухим паром при температуре от 170 до 230 градусов в условиях вакуума. Рафинированное дезодорированное масло, прозрачное, без осадка, имеет слабый вкус и цвет. При обработке из него удаляются все вредные вещества. Современные технологии производства по ГОСТу делают продукт безвредным для потребителя. При розливе масла в бутылке мы применяем жидкий азот, который препятствует окислению масла и увеличивает сроки годности и внешний вид продукции. При температуре 85 градусов, что ниже 100 градусов, поэтому при получении масла окисление происходит меньше. Это тоже плюс. Полный цикл производства от сырья, его переработки до подачи к столу, импортозамещения в действии на крупнейшем предприятии России. Все составляющие золотой семечки выращены на Дону. Рафинированное масло, выпускаемое уже 15 лет, в третий раз подтверждает на качество сделано на Дону и лидерство на рынке страны. Это социально ориентированное предприятие и в том числе бюджетообразующее для нашего региона. Поэтому, безусловно, конечно, важно для нас и увеличение объемов продаж на территории Ростовской области данного ассортимента наших производителей. Продукция без ГМО, передовые технологии и жесткий контроль качества. Главные принципы системы добровольной сертификации сделаны на Дону. Сегодня под региональным брендом 20 предприятий выпускают 48 видов продукции. Донской бренд набирает популярность. При этом региональным знаком качества промаркированы не только продукты питания. Шпагаты полипропиленовая лента теперь будут представлять Ростовскую область под брендом «Сделано на Дону». Сертификат качества впервые получило химическое предприятие «Каменск-Волокно». Новых возможностей, новых эффективов, ну и, конечно же, рост и движение «Трикоспириус». Вообще-то ассортимент продукции завода заметно шире. Ковровые нити, мешки, контейнеры и другие пластмассовые изделия. Но именно ленты и шпагаты из Каменско-Шахтинского известны в 34 регионах страны и за рубежом. Достаточно много предприятий, которые обращаются с соответствующими заявлениями в орган по сертификации, но только небольшая часть на сегодняшний день проходит эту сертификацию. Заказчики из Средней Азии шпагат используют для связки тюков. Их все устраивает, а для европейцев его приходится украшать. Наверное, французы у них свой, там, из шарми. Они хотят, чтобы шпагат был не просто белый, а с каким-нибудь, наверное, все-таки, как бы, с каким-то оттенком. Ну, у каждого свои причуды. Это оборудование называется экструдер. Именно в нем происходит плавление полипропилена, которое затем в виде полотна выходит наружу и охлаждается в холодной воде. 11 тонн шпагата производят из этого материала. Из воспитателей в упаковщице Лариса Тимошевская ушла в начале века. В садике закрывались, денег не было. Теперь о переквалификации не жалеет. И вот уже 15 лет работает здесь, как когда-то родители. Вот сначала мы его одеваем в пленочку, потом ставим на поддоны, упакуем в палеток. Помимо бытовых товаров, предприятие выпускает боевые бронежилеты из аромидных нитей. Для товаров под брендом «Сделано на Дону» выделят отдельные полки в магазинах. И сделать это нужно до 1 июля, заявил губернатор на заседании правительства. Ваши задачи вместе с департаментом потребительского рынка, вместе с главой муниципальных образований, в течение первого полугодия, чтобы во всех магазинах максимально просто пройти по сетевым, по крупным. Отдельно должны быть места, где написано «Сделано на Дону». Я убежден, что люди воспримут это. Они доверяют нашим селянам и будут эту продукцию покупать. Знак качества «Сделано на Дону» уже получили Симикаракорский сыродельный завод, Астон, Юг Руси, Оксайская птицефабрика, Молзавод Мясниковский, Мясокомбинат Донские традиции, Тавр и многие другие предприятия. На сегодня это все. Программа будет выложена на наш сайт don24.tv. Вы можете оставить комментарий. А если вы хотите стать соавтором телесюжетов, предложив хорошую тему, пишите нам или звоните по телефону 8 800 500 ровно 8642. До встречи на нашем канале и удачи в делах!